Меня зовут Владимир Александрович Попов. Я преподаватель истории и богословия в Институте Духовной Музыки. Мы продолжаем наши беседы из храма гивангельского христиан-баптистов в Тамбове, где расположена экспозиция музейная, посвященная истории гивангельского движения в Тамбовском крае. Мы говорили в предыдущих беседах о массовых репрессиях, которые пришлись на 30-е годы, на начало 50-х. Но теперь мы перебрасываем мостик в другую эпоху, в другой период времени. Это конец 60-х годов, 70-е, 80-е. Конечно, вот этот новый период репрессий, таких, которые были в 30-е и 50-е годы, уже не было. Нельзя назвать то, что происходило в это время, массовым явлением. Но репрессии, как таковые, не прекратились. Такова, наверное, участь христиан, которая обозначена в Новом Завете. Вот апостол Павел в послании к Тимофею говорил, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. В той или иной степени, под тем или иным предлогом. Такова судьба христианина. Почему? Потому что он разделяет судьбу своего Учителя, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Где я, там и слуга мой будет. А Христос говорил, меня гнали, будут гнать и вас. Многие, кто интересуется историей, знают, наверное, что, например, конец 50-х, начало 60-х годов ознаменовался новым всплеском преследования верующих. Это были так называемые хрущевские гонения, когда закрывались храмы, закрывались монастыри, закрывались молитвенные дома. И вот это первое лицо тогдашнего государства провозгласило программу, что, мол, через 20 лет у нас будет построен коммунизм. А верующих в коммунизм мы не возьмем. И в скором времени мы покажем последнего верующего по телевидению. Ну вот эти заявления, они послужили неким таким сигналом к тому, чтобы вновь развернуть такую антирелигиозную кампанию, усиленную, настойчивую на всех уровнях. Начиная там с детского сада и кончая университетами, производственными учреждениями, государственными и так далее. Везде такая повсеместная, тотальная пропаганда атеизма. В это время тоже начинались аресты, посадки, сроки. Но в это время верующие Тамбовской области, они как-то были под сильным прессингом, подвергались штрафам, всевозможным угрозам, но заключения избежали. А в начале 70-х годов в Тамбовской области состоялся первый судебный процесс над верующим, который проживал в Маршанском районе, село Рысли, Просанов Николай Тимофеевич. Там была небольшая община. Он работал в местном колхозе, разнорабочем, слыл, в общем-то, за такого хорошего работника добросовестного. Но из-за того, что детей он воспитывал в христианском духе, из-за того, что он проповедовал Евангелие так активно и молодым, и старым, на него состряпали дело по тогдашним статьям, что якобы он нарушает закон об отделении школы, о церкви, из-за того, что детей воспитывает в таком христианском духе, был организован судебный процесс. И этот процесс так долго готовился. И потом то, что происходило в зале судебных заседаний, это в городе Маршанске, тоже носило какой-то характер такой сумятицы, неопределенности, хаоса. Все вот эти лица, которые готовили процесс, и партийные, и комсомольские, и следователи, они еще толком не знали, как же вот этого верующего подвести под определенную статью. Всякие там согласования были. И вот в процессе следствия обнаружилось, это потом уже те, которые писали отчеты о прошедшем судебном процессе, отмечали, что 84 жителя поселка Рысли подали заявление, ходатайство, чтобы не судить Прасанова Николая Тимофеевича. Мы знаем его как хорошего человека, доброго, милосердного, отзывчивого. С какой же стати этот человек будет находиться на скамье подсудимых? Провели проверку вот этих жителей, видимо, надеясь на то, что это, наверное, тоже верующие, тоже баптисты, или там сочувствующим, но оказалось, нет. Они никакого отношения к верующим и к этому общению не имели. Это были просто граждане, но граждане, как оказалось, с таким самостоятельным взглядом, самостоятельным мышлением и, главное, с совестью живой. Они понимали, что, в общем-то, творится какое-то беззаконие, дело какое-то антигуманное. И это было, в общем-то, удивительно для тех, которые составляли весь вот этот план, проект и технологию судебного процесса. Начало 80-х годов тоже, в общем-то, ознаменовалось усилением гонения. Это было связано с общесоветской такой политикой, которую начал развивать Андропов. Как известно, он предпринял действие под названием «Наведение порядка в стране». И, конечно, вот эта программа тоже коснулась верующих, верующих активных, верующих из всех конфессий. Если это активный христианин, будь то православный, католик, баптист, евангелист, он уже находился под прицелом. И на каждого росло дело, собирались материалы, собирались факты. Ну, как трактуют историки светские, что Андропов поставил перед собой цель – искоренить политических диссидентов, затем искоренить диссидентов религиозных. То есть тех верующих, которые активны, которые не держали веру при себе, не помалкивали так в тряпочку, но активно старались нести Евангелие своим ближним, дальним, знакомым, занимались благотворительностью, даже на свой страх и риск выпускали литературу, Евангелие, сборники духовных песен. Ну, к чему это привело? Это привело к тому, что вот у нас в Тамбове с осени 1984 года четыре человека были арестованы, было заведено на них дело по тогдашним статьям, а тогда статьи были такие, но опять та же статья 142-я – нарушение отделения школы от церкви, это если работа с детьми велась. Была статья 190 прим – распространение клеветнических измышлений порочных, наш советский строй, и была статья 227-я – нарушение прав личности, это если один человек верующий приглашал человека со стороны на богослужебное собрание, это считалось как влияние на личные права человека. Вот эти три статьи тоже, в общем-то, использовались для того, чтобы верующих отправить на скамью подсудимых, завести на них дело. В результате вот четыре человека – Иван Николаевич Числин, Иван Алексеевич Толстопятов и Пудовкин Анатолий и Василий Решетов, они, в общем-то, были арестованы, привлечены на скамью подсудимых. Состоялся судебный процесс в центре города, в здании областного суда. Официально судебный процесс объявлялся как открытый, но это, в общем-то, официально. А фактически зал был довольно-таки большой, и кем он заполнялся? А заполнялся совсем посторонними людьми. Студентов из местных вузов просто снимались лекцией и отправляли вот в этот зал судебных заседаний. Студенты, не понимая, где они оказались, в каком месте, проявляли интерес к тому, что происходило в этом зале. И у некоторых даже вот такое прозрение наступило, когда они выходили из зала судебных заседаний, то разговаривали между собой, говорили, «О, а мы, оказывается, с вами побывали как будто на процессе и серии жизни замечательных людей». А такая серия тогда была очень популярная. Это ученые, революционеры, деятели политические, общественные, которые страдали за свои убеждения. И вот у студентов такое мнение вдруг появилось, такое впечатление. Вот этот процесс очень похож на то, что мы читали в книгах, когда судили вот таких людей, приверженных своим убеждениям. И, конечно, верующих там старались представить такими людьми, которые приносят вред обществу, хотя каждый из тех, который был арестован, они были, в общем-то, образцовыми в тех учреждениях и предприятиях, где они работали. Уже спустя много-много лет следователь, который вел это дело, рассказывал уже потомкам этих репрессированных, что когда, мол, мне поручили собирать материал на Числина, на Толстопятого, я объехал те места, где они работали, и пытался собрать на них какой-то компромат. Но везде получал положительные характеристики, только положительные. И мы не знали, за что же нам зацепиться-то. Но было, в общем-то, такое давление сверху, что обязательно надо организовать процесс, обязательно надо посадить наиболее активных верующих. В результате были осуждены на разные строки. Кто-то условно был осужден на два с половиной года, другой на два года семь месяцев. Числин получил где-то четырехлетний срок и был отправлен в Брянскую область, в лагерь. Толстопятов находился в колонии, расположенной на территории Тамбовской области. А во время обысков отбирали литературу. И, в общем-то, литературы было много. И литература даже древолюционного происхождения или начала 20-х годов, 20-го века. Журналы «Баптист», журналы «Христианин», журнал «Слово истины», сборники духовных песен. Но были так называемые подпольные издания, которые верующие выпускали на свой страх и риск или на синький гектографическим способом. Потом, правда, перешли и на типографский, когда создавались такие подпольные издательские и типографские места, которые работали в разных местах России. Если находили, например, одну точку печатную и накрывали ее, разгром был, то тут же начинала работа в другом месте России. И, конечно, какая-то часть вот этой литературы попадала к нам в Тамбов, к верующим. И во время обысков было отобрано очень много такой литературы. И суд там дал постановление, что эту литературу надо, в общем-то, уничтожить как антисоветскую, как клеветническую. Ну что интересно, эту литературу не сожгли, как это делали в 30-е годы, а отправили на общегородскую свалку. Просто отвезли ее там и сгрузили. Но туда же на свалку приходило много людей, не только бомжи, а просто люди, жители, чтобы что-то там найти такое для дома, для быта, для хозяйства. И вот и бомжи, и простые жители Тамбова находили там литературу духовную. Они ее брали, собирали, несли домой, показывали. А там же были такие духовные вещи, интересные, назидательные, просветительские. И потом они делились со своими там членами семьи, знакомыми, соседями. Вот какие интересные вещи мы нашли на свалке городской. Так что, в общем-то, дело Евангелия даже таким образом распространялось. Люди могли соприкоснуться с печатной информацией, где благая радостная весть Евангелия о спасении содержалась. Наступают времена так называемой перестройки, канун перестройки. Хотя вот этот судебный процесс был организован прямо-прямо вот перед... Да, суд был как раз в тот момент, когда там наверху партийным происходил мартовский пленум Горбачева. И где Михаил Сергеевич уже провозгласил перестройку, вот эти лозунги были, гласность, перестройка, демократия. А в том бою, к сожалению, вот судебный процесс произошел. Но вот этот процесс уже был неостановим. И когда пришли годы 86-87, тут уже вот к тем верующим, которые находились в колониях, стали приезжать сотрудники из соответствующих органов и предлагали писать помилование. «Пиши заявление о помиловании и получи досрочное освобождение». Кто-то писал, а кто-то, вот Толстопятов, например, отказался. Он так прямо письменно сделал такое заявление. «Я христианин, виновным себя не признаю и помилование писать не буду». Ну что ж, тогда, мол, будешь сидеть. Какое-то еще время прошло, уже меняется обстановка кардинальным образом. Вызывают того же Толстопятова, осужденного, на совещании, где прокурор, где начальник колонии, и объявляют, что вот данного человека надо освободить, хотя Толстопятов сказал, «Так я готов и до конца досидеть». И тут прокурор сказал, «Нет, немедленно, сейчас же отправьте его на вахту со всеми вещами и документами». Ну, вот этот факт говорит о том, что, видимо, пришел приказ оттуда сверху, чтобы не держать больше в вузах верующих людей. И вот в 1989 год, это был год, когда из колонии, из УЗ был освобожден последний верующий гимандельского направления, это был пресвитер Одесской церкви Николай Бойко. Он получил освобождение в 1989 году. Можно сказать, на этом закончилась эпоха преследований, репрессий, которая продолжалась на протяжении периода всей советской власти. И наступили новые времена. Наступило то, что было связано с программой Горбачева и его сотоварищей, его соратников. Они понимали, что менять надо атмосферу, чтобы раскрывался творческий потенциал разных слоев населения. А у верующих творческого потенциала было вполне достаточно. И музыкальная подготовка, и проповедническая, и общеобразовательная, и труд на производстве такой образцовый, примерный, честный, добросовестный. В поместную церковь во время богослужения приходит уполномоченный по делам религии и делает такое объявление. Граждане верующие, теперь вы можете молиться спокойно. Никто вас теперь беспокоить не будет. Из присутствующих голоса такие раздались. А это что, только у нас? Только у нас? Нет, нет, по всей стране. По всей стране теперь будет свобода. Будет свободно молиться, будет свободно проповедовать. И вот эти слова, они тоже, в общем-то, были такой радостной вестью для верующих. Потому что пространство свободы постепенно, да даже не постепенно, довольно-таки так широко стало становиться все шире и шире. А тут еще прошло такое знаменательное в рамках всей страны юбилей такой был, тысячелетие крещения Руси. И вот инициативу в праздновании этого события, в общем-то, взяли на себя даже не православные христиане, а именно христиане гивангельского направления. Они стали устраивать в домах культуру такие памятные собрания духовно-просветительского характера. По линии МВД получали автобусы для того, чтобы посещать все тюрьмы, посещать колонии, вести духовно-просветительские концерты, работу с заключенными. Ну, настало то, что евангельским языком можно назвать время отрады, времена отрады, когда проповедь Евангелия стала звучать без всяких ограничений. Ну, а в Тамбове уже были общины евангельские, их было довольно-таки много, это и евангельские христиане, и евангельские христиане-баптисты, и христиане веры евангельской, и адвентисты седьмого дня, и духовные христиане-малакани, и многие другие общины вот такого же евангельского направления. И вот каждая община в это время свободы превратилась в очах, в очах духовной и в очах культуры. Почему? А потому что верующие могли проводить и духовные концерты, верующие могли проводить встречи с людьми, обремененными разными зависимостями, зависимостями алкогольными, наркотическими, проводили духовно-просветительские собрания в ДК под названием «Еванские встречи», были просмотры целых сериалов, киносериалы «Жизнь Иисуса Христа» и на другие темы. В учебных заведениях верующие могли также вести беседы и проводить встречи на общекультурные, на исторические темы. В общем-то, наступило то, что можно назвать духовным возрождением, духовным всплеском, духовным подъемом. Это было время, когда потенциал церквей гиманского направления раскрывался и мог приносить пользу не только самой церкви, самим верующим, но и окружающему обществу. И вот этот опыт, который верующие обрели, начиная с широкой и просветительской, и гуманитарной, и благотворительной, и милосердной служением в начале 90-х, он продолжается и до нашего времени. До нашего времени, когда мы уже оказались на пороге нового времени, век 21-й наступил, а в Тамбове очень много церквей гиманского направления, их в общей сложности где-то, наверное, около 20-ти, ну, какие-то общины многочисленные, какие-то не очень многочисленные, но все они, в общем-то, настроены на то, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, для того, чтобы одухотворять человека, одухотворять окружающее общество, чтобы в обществе могли, в основе жизни общества могли стоять духовно-нравственные евангельские ценности, которые преображают и об отдельного человека, и общество в целом, и государство тоже обретает некие стандарты для того, чтобы действовать справедливо на законных основаниях, стараясь так устраивать жизнь, чтобы и страна, и общество, и государство, и каждый россиянин могли жить такой жизнью свободной, богоугодной, целенаправленной, посвященной жизнью служения, служения Богу, служения народу, служения обществу.